Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Номер 574. События дня. 1 Коринфян 9.22. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. За 9 июля 2017 года. Ничего не записал. Вчера целый день был переполнен. Это за воскресенье 9.00. Приезжали люди, принимали крещение. Крещение было, крестилось немного, потому что настаивал всем, где кто находится, искать там. Если не найдут, обращаться в Москву, около храма Христа Спасителя. Там есть метров 250 на другой стороне канала, Никола на Берсеневке, храм. К отцу Кириллу Сахару, игумену, московского патриархата. И он поступит, как благоразумный человек. Он тоже говорит, ищите там на месте, а если уж никак, тогда приезжайте. И вот у нас люди приехали. Одна семья баптистская, муж, жена и двое ребятишек. Жена еще беременная. Виталий, Ангелина, ребятишки Даниил и Элисавета. Вот семь человек из них. Это баптистская семья. Баптистов были, ушел. И причина какая? Нашел ответы. Там, говорит, не отвечают ни один вопрос. У них нет ответов, я говорю. И опять же говорит, только вопросы возникнут. Приду домой, думаю, задам. Открываю. А для меня ответы ваши. Я говорю, у меня сотни людей пишут об этом. Не десятки, а сотни. Накопили вопросы. Вы все до одного тут же, говорит, отвечаете. Как это? Да понятия не имею. Как? Благодать Божия. Благодать. Какое было у святых, где они не распечатывали письма. Не распечатывали. А давали ответ. Я не знал про это, если бы он не сказал. Вчера мы проводили домой. От нас выехали 13 человек. Ну, ясное дело, что заметно. Теперь за обед молиться на улице не будем, сказал здесь. Служба прошла благословенная литургия. Оглашенные выходили. Это все показано отдельно. Оглашенные зайдите. Вот пусть смотрят теперь, где не выполняется это. И дальше с миром мы зайдем, как они заходят. А перед этим исповедь у них была в субботу. В субботу у нас много тут тоже дел было. Теперь открытие лагеря было, когда лагерь встан был. Мы перенесли на субботу перед крещением. И моление на холме, где ветер отдувает комариков, там провели. Это тоже будет в интернете. И в обед уже в три часа, потому что после Пятницкого костра, попозже встали в три часа, а обед на другом холме, где мы там были. Все благословенно было. И здесь крестный ход пришли. Людей-то мало, но сколько там? Побольше полсотни. Но все как надо было. Заранее подготовили. Пирс, по которому ходили, всегда крещение было, теперь не действует. Он не может действовать по той причине, что вода поднялась, уровень. Не зря мы за прудой делали это. Кое-где доски плавают только. Ну, нельзя. Просто нет возможности. Поэтому пошли братья. Там Коля забивали, этот Владимир. Демченко из Италии прилетел. Он украинец, в Украине там работает. Ну, и перила сделали, как коридорчик в воду заходить. А внизу большие резиновые полосы положили. Они не широкие. Ну, по метру примерно. Ну, как раз. А то там ил. Двести лет, может быть, этому пруду, и никто ни разу не чистил его. И тоже благословенно это засняли. Это будет, может быть, дней через десять. Потому что не мы сами ставим, а закачивают в другом месте. Мы отсылаем. Там администрация, модераторы работают. Но ничего не соединяем. Соединяем только отдельные эпизоды. Один за другим снимаешь. И так вместе. Но нигде не выбрасываем ни одного кадрика. Этого нет. И не добавляем ни фотографий, ничего. Мы не умеем. Прекрасно это делает Сергей Козлов, парализованный во славу Христа. Ну, мастер. Так на один ролик уходит у него, он говорит, сутки и больше найти, где, как сделать мастер, настоящий режиссер. А мы не умеем. Поэтому, ну, в этом нам пишут. И тоже есть польза, потому что мы видим, что вы открытый, прозрачный, ничего не выбрасываете, и как есть. Вот. Когда эти приехали в Багушевский, это Баптист. А у меня тут один домик тоже приобретен был. И никого туда, туда рвались, а несколько раз уже я никого не запускал. А тут перед этим вдруг мы мыть начали, готовить. Думали, что там будут из Канады жить. Ну, оказалось, они с нами вместе жили. Егорушка пошел к ребятам, а эти остались здесь трое. Мать Мария, значит, Лисавета и Маша, дочка. А эти пришли, думали-то жить в палатках, все с собой взяли. Они там восхищались, восхищались. Ну, комната убрана, надписи, иконы, надписи из Священного Писания. Ну, все понравилось им, очень, очень. И все больше всех удивила меня его жена Ангелина, Анжелик он зовет, Ангелина. Он приобрел книги, Новый Завет толкования, это трехтомник, и еще порядка так восьми книг, какие были здесь. Он рассчитался сразу, я хотел подарить, нет, 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 не надо, Виталия сам такой, он дальнобойщик, крепко сбитый. А она в конце говорит, книги все надо сейчас приобрести, все, почты высылать, приобрести все книги мои. Ну, это, нет, я говорю, вы эти сначала прочитайте, а не у вас лежать будут. И эти книги не били тристика, не пасторальный роман. Здесь ответы, так нам как раз это и надо. Ну, потом, ладно, все не стал давать, хотя еще книги есть, книги. Это 38 книг, 38 томов. Ну, и потом опять они вернулись в храм. Там Володя фотографировал, там, там все-то записывал. Ну, и там причащались они, еще какая-то беседа была. А мы-то целый день здесь в Ливии, Загуляева, 15-летняя девушка. Вот она, мастер играть на пианино. Более ста наград у нее на разных престижных конкурсах участвовала. Ну, талант. Это одна грамота, и то еще знаю. Это в газетах местных, других ее печатают, краевой, с фотографиями всегда. Она сама такая красавица. И скромность. Ждали отца Александра Сергеевича, приехал он попозже. И забрал их. Тут мы как прощались. Прощались с пилами, с топорами, с ножами. Потому что они этим работали. Ну, радостно там объятия, поцелуев, сколько было. Мы их отправили. Мы их отправили. Ребятишек, что теперь? Купать вся охота. Идите теперь через лес пройдете там. А на той стороне мы будем пешком пошли. Девчонки и Марина с нами была. А вы там поискупайтесь, к нам придете. Клубнику там можно поискать. И правда, набрали почти ведерко, наколотили. А теперь мы трое, я, Никита и Володя на велосипедах вперед. Их заехать в бывший лагерь на территории. Там собрать. Ну, тоже на клубнику, как Виктория называется. И сразу же пойдете, лодки-то остались там, где крещение было, надутые две лодки-то, и покатаетесь. Это входит в процедуру воскресного дня. И они успели все сделать и вернулись к ужину. А Машенька-то, это Королева-то, она подружилась с Шариком, это маленькая собачка с большим сердцем. Но и она носится с ним. Вчера до того, ну, не снято было, неожиданно так. Я ей наказал вот от этого, в одной стороне дерева, там, ну, 100 метров 200. И до другого, там, тоже 100 метров, примерно. Ну, и получается 200. И она бегает с ним. Бегает он на цепочке, чтобы я тебя видел. Никуда ни с кем не разговаривает. Вот мало ли кто проезжает там. Вот. И домой со всех ног летит. А да, она бегает быстро, катится. Платье широкое, ну, до того, ну, как отувальщик, какой ветром сдуло и несет. А тут мама тоже, я сказал, говорю, вышел, нигде не найду. Зашел в нашу территорию, где обедаем. Нету нигде. Она к Надежде Васильевне, там, с шариком, с этим. Ну, и вышла, мне цепочку подает, я ее уронил. Как он врезал бежать по деревне-то. А она за ним со всех ног. А за ним мама бежит, а у нее ноги-то еще отекают. Или что-то такое там, это, как бы немножко тоже не может. Ну, и бежать, бежать за шариком. А эта Маша догнала за цепочку-то, упала и лежит. А мать догнала, уцепила его и... Привела. Вот это такая картина, ну, не было снять. Это не фильм какой-то. А вот фильм прямо на глазах. Здесь. Вот вчера мы Ливию прощались когда-то. Пошли к Устину, чтобы она сыграла какие-то произведения. На память оставила. Ну, а она слышала, что я ей говорил, как я люблю, пятую симфонию Бетховена. Она как ударила по клавишам. У меня аж дрогнуло все. Вспомнил юность свою. И когда я слушал это, не знаю. И теперь стал спрашивать, кто как понимает. Она еще какое-то произведение сыграла. А это не могу... Нету, говорит. Но тут, ну, в другой раз. Что-то сыграло. Ну, я говорю, как вы назвали бы это? Мы не знаем, кто автор, о чем. Ну, и кого я, глухой пистерь, дундук такой сижу. Никто ничего не говорит. Я говорю, а я вижу здесь мятеж. И показываю, как события развиваются, что автор, этот композитор там видел. Она еще что-то сыграла. Я говорю, ну, это как вы представляете? Что видите? Они не знают. Я говорю, мне представляется это у Гоголя, где-то в реке, озере, эти нимфы разные, русалки пляшут. И вот здесь вот это как ведьма кидается. Или второй вариант, как мне видится, это тоже музыка подходит. Тому, как строгий родитель наказывает ребенку, маленькому еще ползунку-то. И вот нельзя, нельзя, вот это можно, да, опять играет с ним, улюлюкает, гулит его. Вот мне видится так, все глаза раскрыли. Как? Просто сидят и слушают. Нет, мне картина раскрывается. Какое бы произведение они играли. Я говорю, а Скрябина можешь? Нету. А Вагнера тоже нет. Ну, я сказал, кто любили и почему так называются эти вестники смерти. Хотелось бы послушать, ну, просто увидеть в этом ту глубину, которую видели знаменитые люди. Вот Вагнера очень улюбил, слушал Адольф Гитлер Шикельгрубер. Почему именно? Почему его вдохновляла она? Ну, нам даны же минуты для размышления. Вот я сейчас говорю, а сам смотрю на Голубятню-1, высокое сюрреалистичное строение, крыша на 9,60. Володя перекрыл ее новой Толю. Ее все-таки затянули. Вот если бы раньше было, вообще было бы. Ну, мы не видим, она сползает. И ураганом ее раскачала, и она поползла, потому что тяжесть вся на этой стороне. И осмотрели, и тут Роман помог. И вот я смотрю, каждое утро теперь и радуюсь, и благословляю их. Братья помогли, Зоновы тут были. Выбрали место, где селиться. Осенью, говорит, надо дом продать, с Горного Алтая переехать. Здесь Николай, Анастасия и сын Женя. Рост уже с бородкой. Ну, там видно будет. Вчера крещение было, снимали мы даже на два этих видеоаппарата, немножко. И фотографировали, наверное, не знаю сколько. Ну, не менее как 4 человека, я только видел. Фотографий много. Самая лучшая фотография – это Устина Евангелина. Ну, замечательно. Она училась, проходила какие-то курсы. И такой аппарат выдвижные. Ну, прям, ну, не наши эти, как называют, мыльницы. Вот события дня. События, события космического, можно сказать так, вне житийного периода. То есть переходом в вечность. Как эти люди, как их поздравляли дети, цветы полевые заранее пошли, нарвали, целовали. А потом пришли к нам, маленькая дочка Элисавета, там, совсем крохотулька. Она розу несет. Ну, как у нас это принято всегда. А другие, это кто принимали крещение, даже с полным погружением, было у вас, ничего этого не было. Где-то нашли там в одном месте купель. Священник, ну, в полное, да, было в полное. То есть где-то что-то есть. И что интересно, мне сообщают разных мест, где построят купель, скажите Игнатию Лапкину, что мы построили. Да крестите, учите. Главное это, крещение это ведь не главное. Главное, чтобы люди приняли Христа, жили во Христе, знали заповеди, любили Святую Библию, читали ежедневно. Вот, события это дня. И события, ну, какие там где-то что-то далеко, мы как можем рассматривать мирового масштаба, но крещение, усыновление, нехорошее слово, высорковление, ну, вот так люди понимают. Имена никто не менял, все своими прежними именами остались люди. И вот Чернова Марина, у нее одна рука правая только, так она родилась, руки нету, ну, кисти нету, тоже приняла крещение. И что интересно, Надежда Благодатская, интересно, из Кемеровской области, из Белово, другое, не Алтайское, Белово, приехала. Да, батюшка все ее проверил, мы ее испытали, ну, было решение допустить, и была крещена. У нее такая неблагоприятная обстановка, сын у 30 с лишним лет не работает, ну, как больной вроде дурит, как мы говорим, дуркует. И все оставила, приехала, вот и желание было бы. То есть, если бы мы еще не отговаривали, вот я не посылал в разных местах искать, и на Афон некоторые поехали издалека, то несравненно намного, намного больше было бы людей с семьями, с Карелой, Финной, даже оттуда. И с Санкт-Петербурга, и с Дальнего Востока, все просились приехать, разрешили, только вот кому разрешили, где ничего не могли найти. Вот. Я на вопрос еще и отвечал, а что лучше, когда вот сейчас они приняли крещение, остались бы жить в Потеряевке или уедут домой? Ну, нам бы хорошо, что эти люди остались, единомышленники. Но полезнее для общего дела, что они будут там, где есть. Их знают, будут свидетельствовать. Ну, вот рассказывал этот Бугушевский-то Виталий, как с ним обращаются, не отвечают на вопросы, запрещают встречаться. Я говорю, они везде одинаковые. Они писание баптистов совсем не знают. Они знают определенные места, что иконы идолы, 20 главу от Исхода, а 25, где изображение сделать, они не считают. И не знают. И что храм Соломонов разрушен тоже, даже этого не знают. То есть, самое элементарное не знают, а про других и говорить не надо. Адвентисты на субботе толкутся на Даниила. Какой зверь, сколько рогов, Папа Римский. Ну, такая узость. Если бы вникли в толкование святых отцов в Святой Вселенской Православной Церкви, то даже и сравнивать нечего. В один день они пожгли эти свои талмуды, Елену Уайту, Уильяма Миллера, или эти баптисты, бакмелдеров разных. Что тут говорить? И вот события дня быстренько поменялись. Кто фотографировал фотографиями. Я потом, видимо, буду выставлять, когда приеду. Сейчас тут очень дорого стоит это. Об интернете будет. Вот покажу наши ресурсы. События одного дня. Одного. Главное, нас никто не тревожит. Власти нас не трогают. Роспотребнадзор в молитвах наших. Благодарим Бога, что они нас в прошлом году давили, трепали. Видите, у нас лучше, намного лучше стало. Все приезжают. Комаров нету. Ну, в кельях-то все это было. И дождь не трогает. И комнаты, и пианино, и холодильники. Морозильные камеры накуплены все. И привозят рыбы столько. Ну, пост скончается, а его как будто и не было. Ну, такой вот православный пост. Наши ресурсы сейчас глянем, чтобы знали люди. Это вот мой мир, где я в шапке. Здесь можно переписываться. Вот, наверху. Вот, все здесь уже сегодняшнее выставляются. Я их переношу. С этой, с нашего видеоканала. Экономия тут. Вот так. Уже перенялось. Каждый день ставлю 10 роликов. 10. Вот наш форум. Очень большой. Очень большой, легко искать. 1600 тем. Если тема, это она все, что по этой теме есть. Вот откройте тему. Сталин, Гитлер, Ленин, Патриарх, Путин. И там все. ИНН, Чипы. Все, что об этом известно. Я не просто собираю, работаю над этим. Ну, вот вопрос отвечаю, когда на вопрос, что говорит Святая Библия, 77 книг. Что говорят Святые Отцы, сколько мне известно из них, это 300 томов. Правила Святой Вселенской Церкви, 719. Что говорят Жития. 1136, кажется, Житий. 147 даже уже. Вот это все в один ответ вкладывается. Ну, и наш видеоканал. Вот уже посмотрели события. 14 просмотров за 37 минут. Вот. Туда даже 22. Ну, это больше всего зашли японское канзио в почете. Вот сейчас не глядя, что такое. Вот какой-то пользователь, призрак, варпаясь. Ну, то есть, эти дети-сироты, вопрос. Кто такой, чего, он нигде не отображается. Вот даже гляну сейчас, есть или нет. Нету его нигде. Так, проверить. Что? Ну, это канал. Все правильно делать и спасти Христос. Ну, не знаю. Такие слова. Все делайте правильно. Да все, конечно, трудно делать правильно. Но стараемся к этому. Вот наш ресурс. И последний. Это православный библейский сайт. Самое ценное, это вот справа 4124 ответа по темам. Ну, тема 55 тем. И вот одну хотя бы тему беру я сейчас каждый день. Хотя бы немножко показать. Это внутренний мир человека. Это внутренний мир человека. Вот. Сейчас мы посмотрим, что здесь есть. Вопрос 2962, 15 том открытым оком. Многие. Многие, походив, перестают посещать занятия и какая тому причина. Это занятия, которые я вел в разных пяти университетах, в школах, в техникумах. Отвечая, учет никто никогда не вел. Первое занятие вел в актовом зале человек на 700. Осталось много меньше. Стали помещаться в аудиторию и чуть в коридоре. Раздавал много литературы и почти ничего не вернулось. Хотя давал только для чтения. Но чем больше не возвращали, тем больше мне Бог давал. И при том тысячами книг. Ну, представьте, я только издал книги сам, которые издал. Это примерно, может быть, примерно, так, не знаю, по весу 60 тонн. Ясное дело, что это миллионы стоят. Они просто так переизданы были. Некоторые быстро разошлись. Тысяча экземпляров. Дальше, в 3000, это трехтомник Нового Завета. Для слова Божия нет. Усы к истинному православию. Кавычки открываются. К Богу я пришла сознательно, так как мои бабушка и дедушка были верующие. И мама с папой. Я с бабушкой ходила в Покровский собор. Но чтение на славянском языке я не понимала. Хотя мы с дедушкой считали, он мне объяснял алфавит. Но значения слов он не знал. Вот учителя. И держится за славянский язык. Это ужас. В ноябре пригласил замдиректора техникума и попросил сходить в АГУ по улице Димитрова послушать Слово Божие. Интересно. Замдиректора. И пригласил учителей. Мы пошли. Занятия было в 6 часов. Народа было очень много. То есть аудитория была заполнена. Даже стояли. Прослушали вступительную речь И.Т. Лапкина. Игнатия Тихоновича. И толкования на Библии. по Библии. Нам очень нравилось его понятное изложение. Мы сидели за столами и писали под диктовку. Он отвечал на вопросы, которые писали ему на бумаге. На следующий день в учительское объявило и пригласило на занятия. Потом еще три учителя пришли. Но крещение приняли я и Капустина, Татьяна Кузьминична. Остальные как-то походили до мая и больше не пришли. Говорили, что дома нужно будет. Уроков много и так далее. Я же твердо решила, что я буду с Богом и приму крещение. Так как я крестилась мочением 8 лет назад в Покровском соборе в Барнауле. Игнатий Ишнлапкин сказал, что это не полное крещение. На следующий год в июле мы крестились в селе Потеряевка. Как было хорошо, красиво. После крещения такая радость была в душе. Спокойствие так хорошо. Все веселые, счастливые, улыбчивые были вокруг нас. Дай Бог мне пройти узким путем с Господом Бородкова Любовь Петровна и телефон ее домашний 63-46-19. Я отвечаю дальше. Патриархия будет уничтожена, как предаток пятого отдела КГБ. Сколько душ на ее совести. Корысти, трусы с пастыри сгубили страну. Второзаконие 28-20. Это уже пророчество. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих. Какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен. И ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня. Сафония 3-12. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Евреям 13-5. Имейте на равне с рерболюбивой довольствие с тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Стихотворение. Старение очень сильный агитатор, без отдыха трубящий ежечасно. Он расширяет извержение кратер и проверяет по сосудам масла. То трещина проляжет по утесам, то на иконном лике вдруг морщинки. И старость шаркающая нас не спросит. Дно изъедает айсберг наш и щиплет. Под шевелюрой череп обнажится, не просыхающая из глазницы влага. Но накопило, сохранил ли жито, и с кем делился щедро не по блату. Под старость караваны, караваев, плывут ли по водам и дальним странам. Куда же вывела дорожка, коль кривая, мотала по терровнику непрямо. От шрамов операции все свербит, нет места целого во взаимоотношениях. Друзья вспорхнули, словно воробьи. И улетели, только след помещен чем-то. Стареет дом, и прохудилась крыша, подгнил забор, заплесневел подвал. Что мнилось вечным, то наладан дышит, как будто бы туда фугас попал. А памятовца времени в обрез, так где же та константа постоянства, куда бы тать презренно не пролез, а одежда моля не была бы яством. Дух истины пришел и поселился, посланник от отца, от юговы, под старые зеленеющие листья. И путь примит, и кривизны все ровны. Слова и мысли в вечность устремились к предвечному, вневременному Богу. Я не один, кто вхож в такую милость. Без Бога от старения мало проку. 20 января 2006 года. Я по одному считаю, просто времени тут на это нет. И на этом все. Продолжение следует...